Сколько лет ведутся споры о французской революции, столько лет ведутся споры о терроре, о том, что это было, почему террор был необходим, к чему привела политика террора. И две страны, в которых эти споры наиболее активно велись, это, конечно, Советский Союз и Франция. Советский Союз, потому что большевистский террор напрямую ассоциировал с якобинским террором, причем не на уровне общественного мнения о выступлениях руководителей партии и правительства. И Ленин называл Дзержинского якобинцем, и Сталин говорил, что вот как сегодня органы ВЧК ГПУ, как некогда органы якобинской диктатуры проводят террор. Поэтому этот сюжет был очень актуальным. И во Франции ведутся споры о терроре, но совершенно других позиций. И начинаются эти споры, фактически еще революция не успел закончиться. И вопрос задавали вот какой. Как же так? Революция дитя просвещения. Мечтали построить мир, основанный на разуме. Мечтали принести всеобщее счастье. И такой энтузиазм первых лет революции. И все заканчивается кровью, страданиями, гражданской войной. Что же такого произошло? Что такое террор? Ну, чисто формально, филологически, террор — ужас по-французски. То есть, любое насилие, которое вызывает ужас, оно вроде как бы должно называться террором. Другое дело, что тогда в террор попадает и насилие стихийное. Стихийное насилие начинается с первых дней революции. Толпа линчевала коменданта Бастилия, предположим. До того были вспышки насилия на улицах. И политика государственная. То есть, феномены совершенно разные. Поэтому, хотя споры ведутся, в общем, более или менее, историки договариваются о том, что политикой террора называть политику государственную. И так в истории появляется довольно устойчивое словосочетание — якобинский террор. Почему якобинский? Не якобинцы начинают террор, он начинается до них. Не якобинцы начинают нарушать права человека, которыми так горделись в 89-м году. Все это происходит до них. Но только якобинцы придают террору такой размах, и только якобинцы, как тогда говорили, ставят террор в порядок дня. Это происходит осенью 1993 года, в начале осени 1793 года, в ответ на требования парижан, парижских низов прежде всего. И принимается тогда национальным конвентом, высшим органом управления страной, принимается решение поставить террор в порядок дня. В какой логике? Логика следующая. Народ един. У народа есть единая воля. Но это еще идеи просветителей, естественно. Народ выражает эту волю, избирая своих представителей, в данном случае депутатов конвента. Они принимают некие решения. Значит, тот, кто выступает против этих решений, тот выступает против народа. Тот — враг народа. Вот это словосочетание «враг народа» — оно тоже появляется как раз в годы французской революции. Ну, а если он враг народа, если он сам своими действиями ставит себя за пределы нации, за пределы французского народа, то, естественно, нация вправе на это отреагировать и его покарать. Значит, повод так называемого декрета о подозрительных. Это 17 сентября 1793 года предписывалось арестовывать и держать в тюрьмах до заключения, как тогда выражались, всеобщего мира. Всех подозрительных, то есть не преступников, не тех, кто совершил некое преступление, не того, кто выступает с контрреволюционными лозунгами или убивает революционеров. Подозрительных — тех, кто не может доказать свою благонадежность. Бывших дворян, родственников иммигрантов, священников, которые не поддержали революцию, ну и вообще всех, кто органам на местах окажется подозрительным. Вот с этого времени, собственно, начинается террор. Такие аресты идут по всей стране, они становятся массовыми. И, естественно, здесь, конечно, возникает вопрос, насколько то, что происходило в городках, деревнях, оно совпадало с декретами конвента. Расстояние известное, конечно, здесь имеется. Естественно, что те, кто проводят террор на местах, часто действуют не в рамках буквы закона или даже духа закона, а исходя из собственных желаний, нежеланий, личных связей, собственной выгоды, сводят личные счеты. Все это, безусловно, было. Но, тем не менее, террор становится политикой государственной. И сколько человек оказалось в тюрьмах, было казнено во время террора, спорят до сих пор, точно цифра неизвестна. Цифры называются самые разные, но внушительные. От 50 тысяч до полумиллиона человек. Сколько человек погибло во время террора, известно лучше. Эти подсчеты ведутся очень активно историками. В 20 веке, в частности, был такой американский историк Дональд Грир, который посчитал, насколько смог, казненных по закону, расстрелянных без суда и следствия. И он пришел к цифре примерно 35-40 тысяч человек. И одновременно Дональд Грир пытался посмотреть по тем делам, которые сохранились, которые известны, кто были эти люди, расстрелянные, казненные другими способами, зашедшие на эшафот в годы французской революции. Потому что есть такой образ, что революция борется с контрреволюционерами, с теми, кто хочет восстановить монархию, с дворянами, священниками, прежде всего. И в этом плане цифры, к которым приходит Дональд Грир, они вызвали довольно сильное удивление, поскольку четыре пятых тех, кто был казнен во времена террора, не дворяне, не священники, а, как их называли до революции, третье сословие. То есть это городские низы, это торговцы, это ремесленники, это зажиточные крестьяне. Вот именно они составляют четыре пятых жертв террора. Зачем вводился террор, в какой логике он вводился? В историографии существует такое очень распространенное объяснение, которое получило название «теория обстоятельств». То есть никто же не хотел зверствовать, никто не хотел вводить террор, но не было другого выхода. Конечно, якобинцы, монтаньяры мечтали бы побеждать на фронтах, снабжать армию хлебом, чтобы крестьяне от хлеба продавали по твердым ценам установленным. Ну вот крестьяне не захотели, враги активизировались, кто-то не поддержал революцию, а кто-то впрямую высказался за короля. Ситуация чрезвычайная, интервенция, восстание. И в этот момент террор оказался единственной политикой, которая, собственно, смогла спасти революцию. Вот такое объяснение дается в рамках теории обстоятельств. Это объяснение было бы прекрасно, если бы не одно «но». Все дело в том, что к зиме 93-94 года, по сути, страна уже выходит из этой чрезвычайной ситуации. Армии интервентов обращаются вспять, восстания контрреволюционные, если угодно, или просто восстания подавляются, уже заговаривают о том, что хорошо было бы заключить мир. Но именно на этот момент приходит, собственно, пик террора. 22 апреля 2 года республики по революционному календарю, или в мае 94-го года по обычному календарю в конвенте выступает один из соратников Робеспьера, Жорж Кутон, и он предлагает следующий декрет. Он предлагает упростить судопроизводство, отменить состязательный процесс, то есть никаких адвокатов. Логика какая? Они с нами не церемонятся, и мы тоже с ними церемониться не будем. Наказание только одно — смертная казнь, никаких тюремных заключений, то есть либо оправдан, либо виновен. И приговор выносится на основании, как говорилось в декрете, любой моральной или физической улики, понимания которой доступно каждому разумному человеку. Основанием для приговора становится совесть присяжных, то есть не закон, не уголовный кодекс, не наличие неких формальных преступлений, совесть присяжных. Если присяжные считают, что человек достойен казни, значит его нужно казнить. И за шесть недель после принятия этого декрета оказывается казнено в Париже, прежде всего, больше, чем за 14 месяцев до того. Вот это, собственно, называется большой террор. И, конечно, этот большой террор, он совершенно не укладывается в логику теории обстоятельств. Этот террор, он был довольно многолик, потому что этот террор, он затрагивал не только действительно контрреволюционеров, тех, кто выступал против республики, он затрагивал огромное количество людей по всей Франции. И среди этих людей имена были очень яркие, потому что на шафот всходят, либо преследуются иначе в рамках этой политики террора, очень многие из тех, кто делал революцию. Причем делал не только в 1789 году, можно было бы сказать, они выступали за короля, а теперь республика, но и те, кто активнейшим образом способствовал установлению республики. Те, кто выступал против монтаньяров, но, несомненно, за революцию. Они тоже всходят на шафот. Можно привести, например, в пример такое яркое имя, как родственник короля Филипп Орлеанский, герцог Орлеанский, принявший революцию, отказавшийся от титула, принявший фамилию Эгалите, равенство. То есть он требовал, чтобы его называли Филипп Эгалите. Он депутат конвента, установившего республику. Он голосовал за казнь короля, далеко не все депутаты голосовали за казнь короля, и он тоже всходит на шафот в рамках этой политики террора. Точно так же, как король, точно так же, как королева Мария Антуанетта. Все они становятся жертвами политики террора. Если перейти вот от такого человеческого измерения к географическому, к более глобальному, то, конечно, террор сказался на жизнях людей по всей стране, далеко не только в Париже. Когда в Лионе был подавлен мятеж, конвент принимает решение. Город Лион восстал против свободы, города Лиона более не существует. То есть Лион предписывалось разрушить. Ну, это не произошло по разным причинам. Но, тем не менее, декрет был принят. В Нанте один из депутатов конвента Корье прославился тем, что он устраивал так называемые революционные свадьбы, когда людей вывозили на баржах на середину Луары, связывали спина к спине мужчин и женщин, бросали в воду. Тогда в Нанте это называли дать попить из большой чашки. И то, что творил Корье в Нанте, в общем, об этом, сказать, на ночь глядя лучше не читать. Другой депутат конвента Фуше, который потом будет министром полиции Наполеона, прославился тем, что расстрелял без суда и следствия около 800 человек в рамках вот тоже своей поездки по стране как депутат конвента. И когда весной 1994 года начинается большой террор, то он, конечно, объяснялся никакой не теорией обстоятельств, а тем, что в это время террор становится непременным элементом политической борьбы. Монтаньяры вообще, ирбисперисты в частности, используют террор для того, чтобы бороться с политическими противниками. Жорж Д'Антон, известнейший революционер, оратор с громовым голосом, чрезвычайно популярный, один из тех, кто способствовал падению монархии, выступает за мир, выступает за прекращение террора и всходит на эшафот. Парижские низы выступают, наоборот, за углубление террора, за продолжение. Говорят, мы ничего не получили от революции, и их лидеры тоже всходят на эшафот. И весной 1994 года в конвенте начинают звучать голоса арбисперистов о том, что нужно еще одно последнее усилие, нужна еще последняя волна казни, нужно очистить конвент от всех противников революции. И это, собственно, непосредственно уже способствовало падению диктатуры монтаньяров, поскольку не были названы имена. Депутаты, никто из депутатов не мог ощущать себя в безопасности, и тогда они договариваются, выступают против Робеспьера, заканчивают диктатурой монтаньяров и тем самым спасают свои жизни. Вот так, собственно, заканчивается террор.